Леня, добрый вечер. В народе говорят, что надежда умирает последней. Живем и надеемся, надеемся. А сейчас мне начинает казаться, что надежда это наша иллюзия. А иллюзорная жизнь ни к чему не приводит. Или мне это только кажется. По поводу надежды. Чем дольше живу, тем дольше понимаю, что не бывает ничего так однозначного. То есть во всем есть плюсы и во всем есть минусы. С одной стороны надежда нужна, потому что она является, по крайней мере в моей жизни, я всегда говорю за себя, в моей жизни она является неким таким спасательным кругом и мотиватором для того, чтобы двигаться дальше. Особенно когда бывают сложные и трудные моменты в жизни. Вот эта надежда на то, что все изменится, все пойдет к лучшему, она придает как-то сил. И с такой точки зрения, да, это вот достаточно такой позитивный аспект. С другой стороны, когда ты просто надеешься и при этом ничего не делаешь, что это действительно может перейти в минусы, это может быть иллюзия. Почему? Потому что очень часто, вот сколько бы лет мы не работали над собой, я по себе сужу, да, сколько лет бы я не рассматривала и не разбиралась в себе, каждый раз, когда доходишь до точки того, что вот все, поняла, да, вот все, это проработала, там, я не знаю, какую-нибудь травму, какое-нибудь свое убеждение. Выбрасывает снова на новый круг, на новый этап, и я понимаю, что по сути не так много это в жизни и меняется, по крайней мере у меня. Да, где-то становишься мудрее, где-то становишься более опытнее, но по сути развитие как такового, оно как будто бы не приходит. Почему? Потому что действительно поменяться, то тот смысл, который вкладывается в слово перемены, изменения, не так-то просто, потому что когда мы привыкаем к чему-то, а мы в большинстве своем, да, в большем своем временном отрезке живем на автомате, не осознавая своих каких-то поступков, то приходится как-то бороться именно вот с этими автоматизмами. А поскольку на это утрачивается очень много сил, выйти из какого-то своего сценария, выйти из своей программы, что-то сделать по-другому, нужно как-то, знаете, быть включенным в это. Причем быть включенным все время, не только один раз. Поэтому иногда надежда, да, на то, что вот я что-то делаю, я получу какой-то там свой результат, здесь нужно смотреть, скорее всего, по обстоятельствам. Но в большей степени я все-таки склоняюсь к тому, что если надежда, она тебя не ведет вперед, то она тебя просто топит. Что-то попало мне в глаз, могу понять, то ли волос, то ли что-то, и оно мне мешает, я ничего не вижу. Поэтому, опять-таки, однозначно сказать, это иллюзия, либо это не иллюзия, я не могу. Как обычно, я люблю говорить, все нужно смотреть по обстоятельствам. Причем. Пока.